Добро пожаловать на передачу «Примирение через крест» в программу, соединяющую евреев, христиан и их Бога вместе. Я Розалина. А я Мич. И наш специальный гость сегодня Дан Гордон. Дан поможет нам открыть тайны Тора и Талмуда. Оставайтесь с нами, мы скоро вернёмся. Узнайте о том, как Бог пророчески соединяет евреев и христиан по всему миру на программе «Примирение через крест». А сейчас ведущий Мич Джером. Добро пожаловать на передачу «Примирение через крест» в программу, соединяющую евреев и христиан через их Бога. Сегодня у нас совершенно особенная передача. С нами Дан Гордон. Дан Маги, то есть рассказчик. Дан Гордон получил степень по театральному искусству в Университете Мичигана. Он директор образовательной программы для взрослых центра евреев. И с 1998 года раввин и духовный лидер Темпл Бет Тора. В 2006 году он стал сопредседателем еврейской сети рассказчиков. Его роль, Раши, помогает ему соединить любовь к еврейскому изучению Торы с театром. Дан, добро пожаловать на «Примирение через крест». Приятно увидеть тебя, Мич. Мне также приятно встретиться. Вчера вечером мы посмотрели пьесу «Рассказ из Талмуда». «Рассказ из Талмуда». Я видел ее. Прекрасная пьеса. И Юдив, Рави Юдив. Продюсер сказала, что их целью было, чтобы люди влюбились в Талмуд. Почему? Потому что именно это произошло и с ней. Она влюбилась в Талмуд. Рави Юдив Абрамс – мой учитель. Хочу сказать, что когда вы на уроке у Юдив Абрамс, вы все время смеетесь. Она все время находит разные поводы, чтобы проявить юмор. Когда она училась, чтобы стать Рави, то в начале своего обучения не уделяла много времени Талмуду. Потому что он не всегда является частью более либерального течения в иудаизме. Юдив – Рави реформист. А потом она нашла ортодоксального учителя, который научил ее радости Талмуда. Она узнала, насколько сильно Талмуд проливает свет на то, что говорит Тора. Позволь мне спросить тебя вот о чем, Дан. Здесь цитата из статьи журнала «Кроникл». Он написал ее об этой пьесе. «Нелегко заинтересовать современных евреев, изучать тома, часто скучных, ложных и таинственных аргументов относительно толкования Библии, этики и истории, а также противоречивых комментариев Равинов. Кажется, Талмуд не для обычного, среднего человека, или я не прав?» Но вот что радостного в этом. Талмуд может показаться несколько сухим, когда просто смотришь на буквы, написанные на бумаге. Да, мы говорим «благословение», когда изучаем. И благословение, которое мы говорим, мы воздаем хвалу Богу за то, что Он дал нам заповедь заняться обучением или изучением. И вот что я нахожу интересного по поводу этого благословения. Нам дана заповедь не только изучать. Заповедь изучать постоянно. Все становится более интересным, когда подвергается обсуждению, когда ты вовлечен в разговор, когда ты участвуешь в спорах и дискуссиях. Вот это и есть Талмуд. Слово «Талмуд» происходит от слова «учить». И это изучение традиций, где разные раввины проводили дискуссии, в чем-то не соглашались, иногда они приходили к согласию, иногда нет. Но всегда происходили интересные дискуссии. Помоги нам понять некоторые термины, которые использовались в пьесе. Это будет особенно полезно для зрителей. Объясни нам, чтобы мы могли лучше разобраться. Устный закон. Устный закон — это устная традиция. В Туре объясняется то, что было дано Моисею на горе Синай. Слово «Тарот» — множественное число от слова «Тора». В некоторых толкованиях говорится о том, что весь закон был открыт Моисею на горе Синай. И то, что было записано, и то, что было позже развито людьми. Устный закон был развит в первой части последнего тысячелетия, примерно между сотым и пятисотым годами нашей эры. Итак, устный закон стал толкованиями Торы. Тора может быть очень таинственной. Она дает нам закон, но не обязательно говорит, как этот закон исполнять. Например, заповедь «Помни день субботний, чтобы светить его». Устный закон рассказывает нам, как соблюдать субботу. И устный закон стал известен как Мишна. Значит, он называется Мишна. Понятно, устный закон стал называться Мишна. Здесь говорится, что Бог распределил его по разным темам. Да, он был разбит на разные разделы. Было шесть разделов Мишны. И это были законы и правила. Сейчас мы называем это толкованием Торы. Теперь же нам необходимо толкование Мишны. Все становится немного яснее. Толкование Мишны стало называться Гемара. Гемара. Мишна и Гемара вместе составляют Талмуд. Талмуд состоит из двух частей. Я понял. Теперь, Дан, объясни нам про Талмуд. Потому что, очевидно, было два Талмуда. Палестинский и Вавилонский. На самом деле, Вавилонский и Иерусалимский. Вавилонский Талмуд был написан в то время, когда храм был разрушен. Точнее, в то время, когда был разрушен первый храм. И тогда, когда был разрушен второй, включая время Вавилонского изгнания. Именно в это время раввины развили свои дискуссии. На самом деле, Вавилонский Талмуд был принят больше. Иерусалимский же Талмуд был написан теми, кто остался в самом Израиле. У них очень похожие разделы с небольшими различиями. Причина, почему они так похожи, в том, что они не записывались в течение очень долгого времени. Талмуд был устным. И это было примерно так, как если представить себе игру в телефон. Люди передавали истории одним, те другим и так далее. В какой-то момент решили, что Талмуд должен всегда оставаться устным. Потому что само действие вовлечения людей в учения, само объяснение людям, что такое закон, это и сохраняло Талмуд живым. Затем, около 200-го года нашей эры, Рави по имени Иуда Хан Аси сказал, «Если мы не запишем Талмуд, наступит время, когда он будет потерян». С этого момента его стали записывать. Талмуд все так же называют устной традицией, хотя он уже и записан. Устная традиция и есть Талмуд? Это тело Талмуда. Понятно. Потом прозвучало то, о чем я до этого вечера и не слышал. Что-то под названием «стама». Стама, да. Стама – это такой интересный монтаж. Дело в том, что эти разговоры происходят на протяжении веков. Они записаны в Талмуде. И там, например, сказано, «Рави Акива сказал Рави Гамалиилу». И это несмотря на то, что Рави Акива и Рави Гамалиил жили в разные времена. Итак, разговоры происходят на протяжении веков. Где точно не указано, кто это мог сказать и где это происходило? Это смешение комментариев разных людей. Такое явление и стали называть «стама». То есть это может быть не связано с конкретной личностью? Точно. Стама не связана с каким-то одним человеком. Стама – это смешение или монтаж разных дискуссий. Понятно. А в этой пьесе «стама» называется голосом Талмуда. Правильно. Это стало более общим ощущением, почти как общепринятая мудрость, или понятая мудрость. Ее стали называть «стама». И еще пара вопросов, Дан. А потом мы сделаем перерыв. Танах. Танах – это то, что христианский мир называет Ветхим Заветом. Танах – это акроним Торы. Это пять книг Моисея. Невиим – книга пророков. Икитувим, то есть книга писаний, которая включает в себя более литературные произведения, такие как псалмы, притчи, книгу Руфи, книгу Исфири и так далее. Танах – это священные тексты. Он более знаком современным людям. Думаю, что так. И это. Но Талмуд не входит в Танах. Талмуд появился намного позднее. Мы скоро вернемся и продолжим разговор с Даном Гордоном. Оставайтесь с нами и посмотрите небольшой отрывок пьесы «Рассказ из Талмуда», в котором Дан играет роль Раши. Многие века, и я должна предложить что-то новое? Помоги, пожалуйста. Это прозвучало как призыв о помощи. Призыв о помощи. У нас не было призыва о помощи несколько веков. Как интересно. В этот день и час девушка, прошедшая Батнитсву, просит о помощи. Они больше никогда не просят о помощи. Позвольте представиться. Я Раши, известный комментатор Торы и Талмуда. А я Разиэль. Рази. Ангел Тайн. Я человек прагматичный. А я люблю веселиться. Мы можем сосредоточиться на ней на минуту. Давай перейдем к диагнозу. Физическое состояние. Выглядит здоровой. Эмоциональное. Разочарована, сердито, в замешательстве. И в данный момент заинтригована. Интеллектуальное. Открытый разум, я думаю. Духовное. В поиске. Как и все мы. Ты тоже ищешь? Когда перестаешь искать, перестаешь изменяться. А то, что не изменяется, мертво. А вы ведь мертвы, разве нет? Да, физически мы мертвы. Ну, очевидно, живы для тебя. Просто ради дискуссии. Давайте скажем, что я вам верю. Почему вы такие обычные? Я имею в виду, разве вы не должны быть серьезными, подавляющими или что-то в этом роде? Ты знаешь, что отвечают на вопрос, почему ангелы летают? Потому что мы воспринимаем себя легко. Поняла? Хорошо. На какое-то время меня устраивает. Так вы собираетесь помочь мне? Ну, конечно. Ты позвала, и мы ответили. Что-то вроде духовной 911. Мы скорая помощь. Мы здесь, чтобы помочь тебе достичь успеха в твоих отношениях, исследованиях, речи и душе. Давай скажем, что я хорошо читаю. Мало что может укрыться от моего взгляда. За километр видно, что ты в чем-то нуждаешься. И я могу дать тебе то, что тебе нужно, если ты позволишь мне. Я попробую принять помощь, но это безнадежно. Даже отчаявшиеся могут продолжать надеяться, пока они открыты. Не суди по обложке. Открытая книга. Она как дверь. Она может отвезти тебя в места, в которых ты раньше никогда не была. Это как рецепт любого блюда, которое ты любишь готовить. Вот что это такое, открытая книга. Может, ты чувствуешь себя скованной или неловко. У тебя выражение смущения на лице. Есть средства, чтобы абсолютно изменить этот вид. И вот оно. Открытая книга. Снова приветствуем вас на передаче «Примирение через крест». И снова Митч Джером. Добро пожаловать на передачу «Примирение через крест». Программу, соединяющую евреев и христиан через их Бога. Надеемся, вам понравился этот небольшой отрывок. Он из пьесы «Рассказ из Талмуда», и в ней Дан Гордон играет роль Раши. Дан, до перерыва мы говорили о Мишне. Все знают истории о том, что Моисей получил 10 заповедей. Одна из заповедей хранит субботу, но там нет никаких деталей. Ты сказал, что Мишна проясняет этот вопрос. Приведи нам еще пример из Мишны. Совершенно верно, Митч. Например, в Туре ничего не говорится о том, как зажигать субботние свечи. Это одна из заповедей, перечисленных в Мишне. Также там сказано, в какое время зажигать субботние свечи, за сколько времени до заката надо зажигать свечи. Детали того, что происходит в субботу. В Туре сказано, что в субботу непозволительно работать. Поэтому Мишна детально расписывает... Она дает определение, что такое работа. Она определяет, что такое работа. Она берет разные аспекты из Торы. Например, в какой-то момент заповедь о запрете на работу в субботу сосредотачивается вокруг места, где перечисляются инструкции о строительстве скини. И вся работа, которая перечисляется в этой инструкции, именно это запрещается делать в субботу. И именно 39 из них, которые были развиты кодификаторами Мишны. Раши был комментатором Талмуда. Очевидно, он был очень мудрым человеком. Сколько имеется комментаторов, у которых мы заимствуем мудрость и знание? Число комментаторов – это нечто такое, что невозможно сосчитать, потому что, как говорится, очень много людей вложили в свои две лепты или два шекеля. Раши жил в XI веке, и он собрал многое из того, что сказали другие. Он жил на несколько веков позже того, как эти комментарии были сделаны. И он составил их так, чтобы их было очень легко читать. У Раши есть комментарии почти на каждую строчку из Торы. Поэтому кое-что из того, что Раши сказал, развито им из уже усвоенного предыдущего учения. Ну а кто решает, кто из комментаторов попадает в записанное, а кто нет? То есть, кто принимает это решение? Ответ на этот вопрос – термин, который мы обычно используем – раввины. И это несколько таинственная вещь для того, чтобы сказать, кто принимает окончательное решение. И почему, например, книга Маковеев не попала в тонах, а книга Исфири попала. Такого рода решения мы не можем приписать конкретной законодательной базе, как это можно сделать с американской судебной системой. В этой пьесе Акива был пастухом. Думаю, в то время ему было 40, и он решил пойти в дом учения, который назывался Бейт Мидраж. Что в сегодняшних терминах называлось бы Ешива. Они до сих пор существуют, школы по изучению Талмуда. Искоряясь пьесы, это не было обычной ситуацией, когда пастух начинал учиться. Было ли это особой привилегией определенного класса евреев идти учиться в Бейт Мидраж? Иногда это решалось принадлежностью к классу. Это один из случаев, когда речь идет об истории или о легенде. Акива был реальным человеком, и согласно учению, он был 40-летним безграмотным пастухом, который решил в зрелые годы стать ученым-человеком. Он стал одним из наших величайших учителей. Отчасти это легенда, отчасти реально. Всех фактов мы не знаем. Но отчасти то, что представляет собой жизнь Акивы, легенда. И она необходима для того, чтобы сегодня, когда люди скажут, я слишком стар, чтобы учиться, Мы говорим, посмотрите на Акиву. Он начал учиться в 40-летнем возрасте. Один из интересных фактов в связи с Рави Абрамс. Она, будучи молодой женщиной, не имела глубоких познаний в иудаизме, пока не пошла в школу раввинов. Она стала изучать Тору в зрелом возрасте, и затем, еще позже, когда решила выпустить эту пьесу, она получила театральное образование. Дан, в прошлые времена, я не имею в виду на протяжении веков, женщинам вообще разрешалось изучать Тору? Изучение Тору с женщинами такого не делалось. Роль женщины была определена по-другому. Через мидраж? Через мидраж, через мишну, через традицию или просто через общество. Тогда было мало отличий от понятий мирского общества. Но женщина в те времена была очень занятой. Она сосредотачивалась вокруг очень важных вопросов, связанных с попечением о семье. Таким образом, времени на обучение у нее не было. Поэтому изучением писаний были заняты только мужчины. Это по большей части события современности, когда женщины изучают Тору. Юдив Абрамс, женщина-раввин. Женщины-раввины впервые появились 30 лет назад. И это чудесно, потому что они открывают такие великие перспективы. Дан, насколько далеко в прошлое простираются эти писания? Как далеко во времени? Они относятся к первому веку, но они не были записаны вплоть до начала второго века. То есть эти писания довольно древние. А можем ли мы извлечь мудрость и знания из столь древних писаний, живя в таком высокотехнологичном обществе, как сегодняшние? Это отличный вопрос. Процесс объединения этих учений, как я думаю, сам по себе урок изучения. Когда мы читаем о различных дискуссиях и разных мелких деталях различных вещей, которые люди посчитали важным отметить, мы можем иметь с этим дело по-своему и говорить, вот что они посчитали важным, а что посчитали важным мы. Например, в одном изучении говорится, что есть три вещи, которым отец должен научить своего сына. Во-первых, Тори, что в общем очевидно. Во-вторых, ремеслу, чтобы он не стал вором. И в-третьих, научить его плавать. Сегодня мы смотрим на это, просматриваем все комментарии и читаем, почему, по мнению раввинов, плавание было таким важным моментом. Мы можем сделать из этого вывод, что, вероятно, речь идет о выживании, а может быть, о чем-то еще. Мы можем посмотреть на это, а затем задать свои собственные вопросы. Раввины древности говорили, что эти три вещи самые важные, и им надо обучать своих детей. Согласны ли мы с этим сегодня? Или выберем три другие вещи? Вот где эти учения продолжают расти и оставаться живыми. Мы рассматриваем древние учения, а затем решаем, что мы думаем по их поводу. Интересно. Дан, я знаю, что есть такие телезрители, которые скажут, для чего мне читать комментарии? Ведь эти люди получают вдохновение от чтения Торы, вдохновенного Слова Божьего. Зачем мне читать комментарии? Я могу обратиться прямо к Слову. Что ты скажешь? Я скажу, что... Зачем ограничивать себя? Заглянуть в Тору, найти там красоту, а потом посмотреть, что сказали по этому поводу другие мудрые люди. Это как цветение цветка. Вы видите закрытую розу, и она красива. Закрытая роза красива. Она хорошо пахнет, у нее прекрасный цвет. Но затем, когда она начинает распускаться и открываться, аромат источается наружу. Вы видите все эти маленькие лепестки, и также видите, что роза, которая выглядит такой красивой снаружи, имеет еще больше красоты внутри. Вот так же и Тора. Тора — это основа, а Талмуд показывает нам, как много всего еще есть внутри. Это так ясно показано в пьесе. Там все раскрыто, рассмотрено со всех сторон. Именно так. Одна из строчек. Талмуд не право и не лево, не вверх и вниз. Читайте его кругами, снова и снова. На странице Талмуда есть маленький столбец посередине, а затем комментарии от Раши и остальных окружают его. Есть сноски внизу, сноски сбоку, примечания, всякие комментарии, так что вы сами можете выбрать, что прочитать в первую очередь и в каком порядке. Ну что ж, Дан, к сожалению, время снова настигло нас. Большое спасибо за то, что ты был на нашей передаче «Примирение через крест». Мне было приятно. Оставайтесь с нами, потому что сейчас вы увидите еще один отрывок из пьесы, в которой Дан играет Раши в рассказе из Талмуда. Мы скорая помощь. Мы здесь, чтобы помочь тебе достигнуть успеха в твоих отношениях, исследованиях, речи и душе. Давай скажем, что я хорошо читаю. Мало что может укрыться от моего взгляда. За километр видно, что ты в чем-то нуждаешься. Я могу дать то, что тебе нужно. Если только ты позволишь. Я попробую принять помощь, но это безнадежно. Даже отчаявшиеся могут продолжать надеяться, пока они открыты. Оставайся открытой. Не суди по обложке. Открытая книга, она как дверь. Она может отвезти тебя в места, в которых ты раньше никогда не была. Это как рецепт любого блюда, которое ты любишь готовить. Вот что это такое. Открытая книга. Может, ты чувствуешь себя скованно или неловко. У тебя выражение смущения на лице. Есть средства, чтобы абсолютно изменить этот вид. «Открытая книга». Мы останемся с тобой, пока ты не достигнешь цели. Тебе нужна книга так или иначе. Для этой земли есть надежда. И она в твоих руках. Открытая книга. Ну вот. Это все очень хорошо, Роши. Но как мне закончить то, что я, кажется, даже не могу начать? О, но ты уже начала. У тебя есть ручка, есть бумага и у тебя есть мысли. О, да. И прямо сейчас мои мысли о том, чтобы спрятаться в какую-нибудь нару. О, нет. Она попадет в категорию пять. Что это? Трагедия. Пессимисты. Жертвы жалости к себе. Пропащие люди. Целая смесь. Пропащие люди. Она увязла. И потеряла рассудок. Лишилась разума. И что нам остается? Не вспоминать о ней. Молчит. Но я могу измениться. А открой глаза на то, что внутри тебя. И не удивляйся всему тому, что ты увидишь. Хотя ты желаешь спрятаться за кого-то, у тебя есть такой, как я. Время настало. И нет пути назад. Все показывает, что у тебя получится. И если ты собьешься с пути, мы здесь, чтобы помочь тебе. Не вздумай соскочить с крючка. Не будь глупой. Вокруг чудеса? Все потому, что ты нашла открытую книгу. 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 О, это такая речь, которую я должна записать о своей Торе. Да, речь, притча. Чудесно. Будет интересно. Да. Если ты выражаешь себя в речи, это значит, что ты пришла к определенным выводам. О, да, но у меня есть только вопросы. Отлично. Это книга, Талмуд, место, где твоим вопросам рады. Это чудесная земля слов и историй. Легенд и законов, споров и решений. А есть в этом Талмуде то, что поможет мне написать мою речь? Может, она облегчит боль моей матери? А сейчас ведущие передачи Митч и Розали Джерон. Спасибо, что были вместе с нами в программе «Примирение через крест». Я много что получил от сегодняшней передачи. Надеюсь, что и вы тоже. Так что присоединяйтесь к нам снова на программе «Примирение через крест». Шалом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Join Mitch and Rosalie as they reach an ever-growing worldwide audience through The Crossover. We invite you to become a Crossover Partner right now by calling the number on your screen. For your monthly gift of $30 or more, you will receive The Crossover Partnership Pack, which includes a DVD of today's program, a personal greeting and prayer message from Mitch and Rosalie, more information about The Crossover Project. As you continue to support The Crossover each month, you will receive a new Crossover DVD, a monthly ministry report, and your name will be added to the healing room. Call now or log on to our website and join the growing family of Crossover Partners. auasonica.com Субтитры δεν людей